Книга «Открытым оком», 24 том. Тема «Монашество». Чем все-таки оправдывали подвиги молчальничества даже особо чтимые святые? Не могли же они не знать учения Христова, где прославляется сеяние Евангелия? Взять того же Серафима Саровского, он же тоже молчал. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Оправдывать можно все, и даже как бы по Писанию, найти что-то, где добрые отзывы о молчании, о грехе от языка. Вот это и взяли за основу. Иаков, 3 глава, 8 стих. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Такое понимание, что разговор или даже проповедь рассеивают внимание, и человек теряет близость к Богу, абсурдно. Есть антиевангельское учение и противно спасению. Вот и жития Серафима Саровского. Кавычки открыты. Сущность же многотрудного подвига старца заключалась, собственно, не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума, в отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего, совершеннейшего посвящения себя Богу. Многие из братьев весьма сожалели о таком удалении благодатного старца от общения с ними и о подъятом им на себя подвиге молчальничества. А некоторые даже как бы укоряли его за то, что он уединяется, тогда как, пребывая в близком общении с братьями, он мог бы назидать их и словом, и примером, не терпя ущерба и в благоустроении своей души. Но на все сии упреки старец отвечал словами преподобного Исаака сильно «Возлюби праздность безмолвия, предпочтительно насыщению алчащих в мире». И святого Григория Богослова «Прекрасно богословствовать для Бога, но лучше всего, если человек себя очищает для Бога». И подъятый преподобным Серафимом на себя многотрудный подвиг молчальничества, совершеннейшим образом очищал и просвещал праведную душу его, и еще более и выше возводил в тайны Бога созерцания, совершенно обезоруживая дьявола для борьбы с пустынножителем. Какие плоды Духа приносил для Серафима этот подвиг, осемь ясно можно судить по наставлениям святого старца касательно безмолвия, несомненно основанным и на собственном опыте. «Когда мы в молчании пребываем», — говорил впоследствии преподобный Серафим, — «тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку». Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды Духа. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость. В соединении с другими занятиями Духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келии своей во внимании и молчании и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. Исайя 66, глава 2 стих. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного Духом и на трепещущего пред Словом Моим. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние. Так проходил преподобный Серафим подвиг молчальничества. И достигая высших дарований духовных, получал и новые благодатные утешения, ощущая в сердце неизреченную радость в Духе Святом. Кавычки закрыты. Прошли годы, и из пустыньки Серафим пришел вдруг в монастырь. Кавычки открыты. По удару в колокол, старец явился на всеночное бдение в Успенский храм. Все братья пришли в сильное удивление, когда между ними мгновенно разнесся слух, что старец Серафим решился поселиться в обители. Но другое же утро, 9 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, Серафим пришел, по обычаю, в больничную церковь крайней литургии и причастился святых христовых тайн. Из храма он направился в келью строителей Нифонта и, приняв от него благословение, поселился в прежней своей монастырской келье. Но при этом старец никого, однако, не принимал к себе, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, подъяв на себя таким образом новый, труднейший подвиг затворничества. О подвигах преподобного Серафима в затворе известно лишь очень немного, ибо он никого к себе не допускал и ни с кем не промолвил ни слова. Кавычки закрыты, троеточие. Бывший тогда тамбовский епископ Иона, часто посещавший Саровскую обитель, однажды пожелал лично видеть отца Серафима, и с этой целью подошел было к его келье. Но преподобный, твердо исполняя свои обеты пред Богом и опасаясь человеку угодья, и на сей раз не нарушил своего молчания и затвора. Видно, преподобному Серафиму не наступило еще тогда время оставить затвор. Так понял это и преосвященный, который на предложение игумена Нефонта снять двери кельи, старца с крючков, отвечал отказом, говоря, как бы не погрешить нам, и оставил старца в покое. Старец собирал в реке Саровке камешки и унизовал ими бассейн родника, устроил под для себя гряды, сажал овощи. На горке около родника для старца был устроен маленький сруб, без окон и даже без дверей, с земляным входом со стороны под стенкой. «Подлезший под стенку, преподобный Серафим отдыхал в этом убогом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя». «Слово свое, как и всю свою жизнь и все свои действия преподобный Серафим всегда основывал на слове Божьем». Кавычки закрыты. Вот такую переписку делают чуть ли не к большинству житий, и как будто это делатели умной молитвы никогда не читали столь ясные слова Духа Святого. Титу, 1 глава, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Послание к Римлянам, 10 глава, 14 стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Если понимать не так, как апостолы проповедовали, то такая вера к спасению не приведет. Первое послание к Олимпинам, 15 глава, 2 стих. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благоествовал вам, если только не тщетно уверовали». Наследнику в предсмертные часы передают бразды правления и богатства. «Про бедных не забудь и им отсыпь, не забывай, какой бы ни был касты». Давид, собравший тысячи талантов, хотевший храм воздвигнуть Иегове, все вычертил и выверил по плану тому, кто всех врагов его прогонит. Затея важная и нужная таилась в пастушьей голове у воина-царя. Но не наткнулся здесь на Божью милость, и умолять о том он понял зря. «Кровь Голиафа и семи народов напомнил Бог, творящий мир и войны. Уж слишком многих ты, Давид, угробил, и в крови, и в той крови вполне и храм утонет». О благодетелях напомнил о врагах, сквернивших дом потомства у Давида. Их Соломон сумеет прострогать и смыть вчерашние позорные обиды. В наследство страх пред Богом заповедал, чтобы никогда не отступать от Бога, не быть неверными, какими были деды, и те грехи им мысленно не трогать. В наследство Библию оставлю не одну и четкий лестовку и ревнителям поклонов. Нас смейте, не смейте путь налево изогнуть. Никто ваш дух к монашеству не склонит. Наследники мои склонились у адра, их перешепотный исход дыхания. Мне не завидуйте, придет и вам пора воспеть и воспарить, как дым пасхальный. Наследуем обещанную вечность из непроглядной тьмы забот и суеты, «Все для Христа, своим хвалиться нечем, и узри что, едва успев остыть». 27 октября 2007 год. Игнатий Лапкин.